всем привет итак сегодня 24 декабря ой а я тут в титрах оказывается внизу то с месяцем ошибся хочется вернуться называется в лето нет не 0 9 а 12 24 декабря 2019 года я записал вот такое видео нарисовал вот такой вот и люди к эскизе сейчас по ходу о нем расскажу хотя смотрю бежит он быстро и много-то не расскажешь но всего помаленьку ускорено в четыре раза значит я вырезал лишние паузы которые так или иначе бывают поэтому я рисовал это около 40 минут рисунок не так лихо как это кажется кстати говоря когда вы наблюдаете как рисуют там всякие разные мастера и вот так вот быстро 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 но понимаете что это ускоренная съемка иначе по вы может даже и уснули хотя рисую я очень быстро по меркам как мы скажем рисование вот как вы можете видеть если все организовать под руками поставить там то будет совсем быстро по ходу рисунка буду сейчас рассказывать вот видите перспективу нарисовал как бы перспективу и это мой недостаток я сейчас буду заниматься самокритикой очень заперспективно так я называю я сделал вот это вот здание справа ну очень такая острая сильная перспектива и это мой постоянный недостаток когда она повторяется в качестве такого назойливого приема то вызывает тревогу почему это происходит потому что хочется в кадр вместить побольше и вот тогда начинаешь здание которые сами по себе достаточно длинные могут быть стараться их вместить в кадр а чтобы вместить в кадр и его надо все-таки как-то вот так вот в перспективу сильнее ввести если два здания стоят то вот и получается такая очень острая острая почти неестественная перспектива она может быть даже естественно фотографически но она не очень приятно и от слава богу я здесь вот видите уравновесил эту очень острую перспективу все-таки таким вот фронтальным изображением другого дома который здесь находится так вот избегайте такой резкой перспективы более того сразу о недостатках дело в том что видите но это же эскиз вы вы видите что я рисую абсолютно без подготовки собственно то что делает кто-то карандашом там эскизирует и так далее то я это делаю сразу кистью и конечно не избежать в таком как я называю честном рисование не избежать все-таки каких-то огрехов и вот здесь как а как их избежать но только количеством то есть вот нарисовал количеством и к им и скоростью вот для чего нужна скорость и темп и ритм для того чтобы сделать один эскиз сделать второй эскиз сделать третий вот такой честный экспромтный эскиз на котором выплеснул вот все свои все свое настроение и и и чтобы не заснуть над этим карандашным раскрашиванием как советует наш академик андрея какой от которого говорили я засыпаю короче я четко делю значит вот работы на такие вот экспромты это искусство в моем понимании и на подготовитель подготовленные работы которые называются раскрасть сам это когда нудно и долго там человек рисует контур который сегодня уже не обязательно рисовать а можно просто например на принтере распечатать а потом его и раскрашивать а можно не раскрашивать можно сразу распечатать на принтере цветную картинку и все и смысл искусства теряется смысл искусства вот в этом взял бумагу и начал рисовать смысл искусства в том что ты встретил людей или зрителей вышел перед ними и начал им говорить что-то и отсутствует искусство если ты достал бумажку и начал читать чужой текст это уже ну это может быть только лишь искусство чтеца то есть понимаете искусство делится на две части есть искусство с большой буквы и само по себе то есть создание произведения авторского а есть искусство с каким-нибудь вторым словом то есть искусство чтения и искусства исполнения искусства рисования и и так далее и так далее так вот Искусство самодостаточное – это одно слово. Это вот когда ты делаешь искусственно что-то сразу. И вот в данном случае этот акварельный скетч и есть пример этого. Второе. Очень важно, что можно здесь сказать. Вообще говорить можно очень долго. Это то, что обратить внимание. Ну да, зима. Сейчас у нас мороз, там за окном минус 27. А рисовать хочется. И вообще дело-то не в этом. Утром. Рука. Мозги. Главные мозги. Главные мозги. Вот здесь у меня работают мозги, когда я рисую. Врут все те, ну или как бы я считаю, ошибаются. Ну я не считаю тех захудожников, которые говорят, что не надо не думать. Ничего, все здесь чувства, эмоции, эмоции, эмоции. Помните мой спорт там с одним профессором, который там говорил, что главное вызывать эмоции. Главное вызывать эмоции. Да нет же. Помимо вызывания эмоций у кого-то, искусство на 99% это вообще не обращение к кому-то. Это своя собственная работа мозгов. И я сколько раз это говорю, что шахматные задачи решаются, математические, зарядку человек делает. Ну это же все не для кого-то. Элементарно, вы утром встаете и хотите размяться, да, как сказать, свои заспанные мышцы размять. Вот здесь то же самое. Я утром встаю и мне надо размять свои натренированные мозги, чувства, все вместе. Я беру рисунок и начинаю рисовать. Ну что рисовать? Я могу рисовать все, что угодно. Ну мне как-то вот приятнее, привычнее город. У меня с ним связано очень-очень много всяких. Ну я вообще архитектор, короче говоря. Почему бы мне не рисовать город? Хотя в голове сюжетов очень много. Но для упражнения вот такие вот акварельные скетчи. Теперь про скетч, да? Все-таки я вот такой рисунок называю скетчем. Это такая вообще помесь акварели с акварельным рисунком и даже с рисунком. Здесь достаточно много присутствует контура, как вы видите. И вот как можете видеть, я даже контур вот делаю иногда с помощью чертежного инструмента, который называется рисфедер. Хотя хочу от него все-таки избавиться, чтобы рисунок был полностью кистью сделан. Ну кисти есть свои достоинства, есть свои недостатки. Вот пытаешься вмещать их, вытаскивая достоинства и из того инструмента, и из другого. Поэтому этот рисунок мне нужен для отработки, в общем, приемов. Ну не то, чтобы отработки. Что мне их отрабатывать? Я их уже отработал. А для того, чтобы, ну собственно, проявлять и себя, и... Ну вот смотрю, уже заканчивается. Я так не сказал главного. А самое главное, наверное, все ждут, когда я буду рассказывать, что, где, как, чему, для чего я эту линию провожу, и как это... Буду, буду, буду. Обещаю. Я сегодня, вот если останется сейчас здесь в ролике время, хочу напомнить, дорогие мои. Вот все это у меня называется все-таки донат какой-то, да. И если вам что-то хоть полезное здесь есть, я первый раз в жизни, пожалуй, вот сейчас вот здесь выпрашиваю. Ну не затруднитесь, или как это сказать, не поленитесь. Киньте вы мне на телефон 20 рублей. Вы смотрите, я не прошу 200, не прошу 1000. 20. Мне нужно видеть, что это кому-то нужно, во-первых. И во-вторых, я думаю, что если от 20 человек получу, от 10 хотя бы получу, то я пойму всю необходимость этой работы. И буду размещать более детальные уроки. Записано у меня их очень много. И там я буду все секреты рассказывать. Дело не в деньгах, но у них, как говорится, что-то все же есть. А в данном случае, ну смотрите, как все выпрашивают. Подписывайтесь на канал, шлите мне донаты. Я почти никогда этого не делаю. Я вообще вот до недавних пор все это делал на абсолютном энтузиазме. Но поскольку и времени уходит много, и нужен хоть какой-то, хоть какой-то стимул и хоть минимальная прибыль, да, я все-таки не торговец и не бизнесмен, но нужно... Ну ладно, что я оправдываюсь. Короче говоря, с недавних пор я подключил свой канал к системе монетизации. И мне это даже не нравится. Я, может быть, даже отключу. Потому что, вот вы, наверное, заметили, на моих роликах появилась там какая-то реклама. Я пытаюсь ее убирать, оставлять минимум. Это сокращает мне какой-то минимальный доход, который там действительно копеечный абсолютно. Я уже пожалел, говорю об этом. С другой стороны, вот у меня есть несколько моих, так сказать, постоянных почитателей, с которыми я, можно сказать, так дружу. Несколько человек, которыми более-менее регулярно присылают какой-то ответ материальный. И вот им я в отдельных ссылках посылаю, ну, материалы эксклюзивные и совсем другого качества и вида. И действительно, согласитесь, секретами вот так вот разбрасываться уж совсем неразумно, во-первых. А во-вторых, это, наверное, даже как-то и неприлично. Поэтому, если вы хотите, во-первых, значит, сейчас система оплаты, она простейшая. Просто номер телефона и там скинуть 20 рублей и спать спокойно 20, 30, 40. Через раз. Опять же, не обязательно. Но что-то более-менее понравилось. Раз и ткнул кнопочку. Самое главное, это если я получу от одного, от двух, от трех, от четырех человек, я почувствую реальную отдачу. И я почувствую реальный интерес. Понимаете? Потому что я создаю материальный продукт, а в ответ мне идут только лайки. Спасибо большое за лайки и подписки. Но обмен у авторов, то есть у достойных людей взаимный, должен быть взаимным. Да? И тогда я буду вас уважать. А если я, как я уже сказал, вас запомню, и вы как-то дадите мне знать, что вы этим интересуетесь, я вам буду давать эти почти индивидуальные уроки. Ну, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok